Сестра живала, и я говорю, у нас на улице, ну не на улице, там немножко такой купечок, вот, жил мужчина, ну семья, да, такой жил уже, я думаю, моих лет сейчас, вот, и говорит, я так, как это, хотелось им прийти и рассказать о Боге. А он был, ну, как-то как, оторвенный, там всю семью, там песчаны все. Ну, я, говорит, пришла, и жена вышла, я говорю, я хотела с ней поговорить, вот, а, вот, так ты что, ну, я, говорит, все-таки расстояла, а зашла, вот, и начала, говорит, что мы верующие, что Господь нас все любит, мы все гречники, Господь пришел спасти гречников, он на меня, говорит, как-то оторвался, и мы теками, и чего только не договорились, я думал, разогрет меня, вот, Василичка молодая такая, вот, и говорит, иди, чтобы я твои ноги не видел больше, когда надо, я тебе позвоню. Проходит время, года, встречает меня его жена, и говорит, сказал, чтобы я пришел. Ну, я помню, что он где-то тогда благословил, думаю, как это идти, ну, страшно, вот, ну, а тем не менее, пошла, пошла, нужно жить на кровати, больно. Давай, давай, садись, причем грубо, давай, садись, рассказывай, что ты мне хотела сказать. Ну, вот, я и начал рассказывать, рассказывать о Боге, величии, о полуществе, вот, о том, что мы гречники, все, что пришел Бог для того, чтобы наши грехи снять, вот, и это, hottest, вот, и это, ну, поговорил, помолилась, говорю, пошла домой. Через время встречает меня жена, и говорит, что ты ему сказал? А он же все хвыбал, думал я его пл plot. Что ты ему сказал? Да вот, что, дай, ты ушла, а, он возвал всех. начал прощения в России, начал каяться, и потом после этого несколько дней и к нему. Друзья, понимаете, Бог имеет дело с нашей бессмертной душой, которая не имеет функции исчезнуть куда-то. Вот функции такой нет, мы, как Бог, носители образа Божьего. Мы не можем куда-то раствориться и уже на сне. Мы вечные, все вечные, и праведники и грешники, нет разницы. Абсолютно нет. Мы все носители образа Божьего, вечности, которую Бог нам отделил. И абсолютно не имеет значения, я 70 лет прошел на Земле, я Христос. Я умираю, умираю в мое куфляру и в мое тело, а я живу. И людям не хочется в это верить, не хочется с этим соглашаться. Потому что как только человек начинает осознавать, что он вечный, тогда возникает вопрос о святости Божьей и о моей жизни. И тогда возникает вопрос, что я скажу Богу, когда он мне спросил, что ты делал? Богу. То есть ответственность за все, что говорил, делал, ответственность перед Богом. И вот это не хочется в это верить. Хочется так. Умер, взглянул и нет, все, все, на этом закончилось все. Конец. Библия говорит, что это не конец, это начало вечности. В каком месте? Второй вопрос. Но мы вечны. 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 Вечны.